Сначала я представлюсь. Меня зовут Людмила Калинина. Живу я в городе Туринске в Свердловской области и развиваю MLM-бизнес в интернет. И сегодня я проведу для вас вебинар на тему «Подписная база. Золотой актив вашего бизнеса». И рассмотрим мы следующие вопросы. Фундамент, без которого интернет-бизнес обречен. Где брать подписчиков? 5 секретов доверительного контента. Как продавать, не раздражая. Шок. Одинаковый текст, разный результат. Итак, я уверена, что раз сегодня вы пришли на этот вебинар, значит вы пришли в интернет-бизнес не просто потому, что это интересно, увлекательно, комфортно и так далее. А именно потому, что вы хотите заработать. И, наверное, не просто заработать, а заработать хорошие деньги. И вот, когда мы говорим о том, каким же образом можно заработать в интернет, то практически всегда начинаем разговор с подписной базы. Но, возможно, что среди вас есть такие, кто думает, зачем мне подписчики. Вот скажите, пожалуйста, как вы думаете, нужны в вашем бизнесе подписчики? Напишите, пожалуйста, в чат. Или поставьте плюс, если вы считаете, что вам нужна подписная база. И минус, если думаете, что она вам не нужна. Так, спасибо, хорошо. Ну, вот кто-то написал, что нет. А в основном вижу, что все понимают, что подписная база нужна. И я вам скажу даже больше. Подписная база – это золотой актив вашего бизнеса. И я думаю, что особенно хорошо поймут меня те, кто занимался или занимается MLM бизнесом в реале. Потому что актив MLM бизнеса в реале – это список контактов. То есть мы открываем свой мобильный телефон, открываем записную книжку и начинаем выписывать всех тех, кого мы знаем. Потому что все эти люди – они наши потенциальные клиенты и партнеры. И чем больше у нас этот список, тем лучше. Потому что сетевой маркетинг – это игра чисел. Вот смотрите. Например, вы работаете в какой-то MLM-компании в реале и продвигаете продукцию этой компании. И вы провели за какой-то период 100 встреч. Сделали 100 презентаций продукции, рассказали, какой у вас хороший маркетинг-план. И в результате вы подписали несколько человек. Так. А если вы проведете тысячу встреч, то тогда вы, наверное, подпишете уже не несколько человек ведь, а несколько десятков, да? Ну, а если вы сделаете 10 тысяч контактов? Я думаю, вы станете уже одним из первых лидеров вашей компании. Потому что вы уже сможете рекрутировать несколько сот человек в вашу структуру. Вот то же самое мы делаем и в интернет. Только интернет-технологии позволяют нам достичь этого намного быстрее. Потому что интернет предоставляет нам для этого множество разных методов. И первое, с чего нужно начать тем, кто только пришел в бизнес, кто только начинает развивать свой бизнес в интернет, это сконцентрировать большую часть своих сил, своего времени именно на построении собственной базы подписчиков. Это самая ценная вещь в вашем интернет-бизнесе. Потому что это список ваших потенциальных и реальных клиентов, с которыми вы выстраиваете доверие, отношения, и которые вам дают деньги, дают результаты и так далее. То есть вся перспектива вашей финансовой независимости, ваших каких-то результатов в бизнесе будет в дальнейшем зависеть именно от этого списка. То есть любой бизнес развивается только при наличии подписной базы. Нет подписной базы – нет бизнеса. И, соответственно, чем больше подписная база, тем успешнее ваш бизнес. И вы знаете, у большой подписной базы имеется целый ряд преимуществ по сравнению с маленькой базой или вообще ее отсутствием. Ведь, по сути, подписчики являются вашими потенциальными партнерами и клиентами, которые не стали партнерами по вашему бизнесу и клиентами сегодня, но вполне возможно, что они станут к ним в ближайшее время. Главное, что у вас должна быть с ними связь и возможность быстро к ним обратиться. И один из лучших способов для этого – это, конечно же, рассылка писем. Ну, а чем больше у вас подписчиков, тем больше потенциальных партнеров и клиентов. Ну и также, если вы, например, знаете, сколько подписчиков пришло к вам за месяц и сколько из них в среднем становится вашими партнерами, вы можете примерно предположить, какой же доход вас ожидает в этом месяце. Следующее преимущество большой подписной базы. Вы можете проводить ваши собственные маркетинговые исследования. Это значит, что вы, опираясь не на свое мнение, а уже на опрос ваших читателей, можете узнавать, в чем же действительно нуждается ваша аудитория, какие у нее есть проблемы, чего она хочет, каких товаров ей не хватает. Не предполагая, а точно зная, что за потребности ее есть у вашей аудитории, вы уже можете оказать ей свою помощь в решении каких-то проблем, ну и, конечно, заработать при этом. Но такие маркетинговые исследования, конечно же, невозможно провести на маленькой базе и совершенно невозможно сделать, не обладая никакой базой подписчиков. Далее. Когда люди узнают о том, что у вас большая подписная база, они начинают относиться к вам совершенно по-другому. Потому что большая подписная база даже в 2000 человек уже показывает вашу сферу влияния. И, конечно же, она создает вам амплуа эксперта в вашей нише. А кто, как не эксперт, достоин того, чтобы его слушали десятки, сотни и даже тысячи людей? И, конечно же, вот это амплуа эксперта – это то, что будет влиять на новых-новых и новых ваших подписчиков. Потому что человек, который ведет рассылку, это, конечно же, эксперт. И в их глазах, в общем-то, что-то высокое. Далее. Сейчас количество проектов интернет достигло очень высокой точки. И проблема, что люди не доверяют сайтам, достаточно актуальна. Так вот, отзывы – это то, что может решить, доверять вам или нет. И большое количество отзывов о вашей деятельности – это как раз то, что может вам помочь раз и навсегда снять любые сомнения, убрать их из головы ваших потенциальных партнеров. И тогда люди с удовольствием будут к вам присоединяться и у вас покупать. Еще нельзя не сказать о том, что большая база подписчиков – это ваш билет в крупный бизнес. Обладая такой площадкой для старта, как хотя бы 5000 человек, по сути, вы уже имеете площадку, где можете начать абсолютно любой новый проект. Потому что первое внимание и первых покупателей вы получите из своей базы. То есть, вот если вы захотите создать свой информационный продукт, например, или открыть интернет-магазин, и если вы обладаете подписной базой большой, то первые продажи вы получите именно от своей большой базы подписчиков. Также в интернет наблюдается такая интересная вещь, как так называемый социальный эффект. Это когда вы, например, посылаете своих подписчиков на страницу с вашей статьей, и люди начинают кликать на кнопки социальных сетей. Мне нравится, ретвит, лайк в Фейсбуке и так далее. И смотрите, что происходит. Люди, которые видят, что уже накликано много лайков, твитов, мне нравится, они не думая, назовем это социальным эффектом, то есть они на особом чувстве нажимают на кнопку и тоже прибавляют свои лайки, и распространяют информацию о вашей странице все дальше, дальше и дальше. И этот социальный эффект, конечно же, работает на вас. То есть, когда люди видят, что уже десятки друзей порекомендовали вашу статью, или ваш пост на блоге, или ваши видео, они тут же на подсознательном уровне принимают решение порекомендовать данное предложение другим. Еще можно сказать и о таком преимуществе большого количества подписчиков в вашей базе, как партнерство с крупными партнерами. Если вот, например, ваша база составляет 500 или 1000 человек, то с вами максимально будут иметь дело, у которых такая же база – 1000, ну, может быть, полторы тысячи человек. То есть, вы будете притягивать таких же, как вы. А если же вы обладаете базой 1020, то с вами может сотрудничать кто-то с похожим подписным листом. И, сделав обмен рекомендациями, вы оба увеличите ваш подписной лист на 2, 3, может быть, даже и на 4000 человек. И таким образом, продолжая сотрудничество с другими авторами, за год вы легко можете набрать большую базу подписчиков. И это значит, что ваш бизнес расширится. Ну и скажу еще об одном аспекте. Подписная база – это возвращающийся трафик и потенциальные клиенты. И если вы занимаетесь интернет-бизнесом, то наверняка уже ведете свой блог. Ну, или планируете его вести. Так вот, подписавшись один раз на email-рассылку, посетитель будет заходить на ваш блог снова и снова. Согласитесь, что гораздо сложнее привлечь на сайт нового посетителя, чем того, кто уже знаком с вами по вашим публикациям. Другими словами, чем больше у вас будет база подписчиков, тем больше будет посещаемость вашего блога. Вот я сказала лишь о некоторых преимуществах большой подписной базы. Но я думаю, что вы поняли, что они могут сделать из вашего бизнеса действительно инструмент, который будет приносить вам в десятки раз больше доходов, чем вы имеете сейчас. Потому что одно только увеличение подписной базы без изменения других аспектов вашего бизнеса помогает увеличивать доходы в 5, в 6 или даже в 10 раз. Потому что, когда не вы единственный подписчик вашей рассылки и ваше предложение услышит не 2 человека, не 5, а когда это сотни тысяч подписчиков, то, конечно же, это будет иметь огромный эффект. И повторю еще раз. Независимо от того, email-рэмби, бизнес у вас, интернет-магазин, или, например, вы занимаетесь инфобизнесом, главный акцент вашего бизнеса – это ваша подписная база. То есть, ваша база – это именно золотой актив вашего бизнеса. Это ваша сила. Выстраивать базу подписчиков нужно как можно большим количеством методов и делать это как можно быстрее, так как это будет напрямую влиять на рост вашего бизнеса в интернет. Набирается подписная база различными методами интернет-рекламы. И существуют как платные методы рекламы, так и бесплатные. Сначала скажу о бесплатных. Во-первых, это доски объявлений. Конечно, этот метод требует достаточно большого количества времени, потому что подачей объявлений нужно заниматься каждый день. Но для новичков он очень эффективен, так как он реально работает и помогает вам строить подписной лист. И этот метод позволяет привлекать именно целевой трафик. Трафик – это количество посетителей, которые пришли на ваш сайт за определенный промежуток времени. А целевой трафик – это количество целевых посетителей. И эти люди впоследствии могут стать вашими партнерами по бизнесу или клиентами. Также новый, свежий, эффективный метод продвижения бизнеса – это видеомаркетинг. И сейчас он становится все более популярным. В чем он заключается? Вы записываете какие-то качественные видеоролики и размещаете их на YouTube или другие схожие видеосервисы. А в информации о виде вы даете ссылки на ваш сайт. И если ваше видео заинтересует зрителя, он обязательно захочет познакомиться и с другими вашими работами. А для этого, скорее всего, подпишется на вашу рассылку. Можно расширять базу подписчиков с помощью вирусного маркетинга. Это когда вы рассылаете вашим друзьям, знакомым, открытки, которые вы сами сделали, например, к праздничным датам, или к дню рождения, или какие-то книги, видео, и в них даете ссылки на ваш сайт. Этот метод обычно очень радует получателей. Также бесплатный метод рекламы – это общение на блогах и форумах по вашей тематике. То есть вам нужно писать осмысленные, развернутые, ну и захватывающие комментарии в блогах или ответы на форумах. А вы, наверное, знаете, что в подписи можно оставлять ссылку на свою страницу подписки. Ну и, конечно, нужно вступать в дискуссию с участниками форума и на блогах и высказывать свою точку зрения, но при этом действительно проявлять активность по вашей тематике, а не просто, что «Вау, круто, мне понравился этот пост, пиши еще». К бесплатным методам относятся и продвижение вашего бизнеса путем общения в социальных сетях, таких как Facebook, Twitter, Google+, ВКонтакте, в кругу друзей и других. Сейчас очень много людей проводит большую часть свободного времени, общаясь в социальных сетях. Поэтому там вы легко найдете людей, которым будете интересны и вы, и ваш бизнес. Ну и, конечно же, это размещение статей и видео на вашем блоге. Можно даже, не используя другие методы рекламы, иметь постоянных партнеров только за счет размещения своих публикаций на блоге. К платным методам относятся такие, как контекстная реклама и размещение своих объявлений или рекламных статей в рассылках авторов, которые имеют свою большую базу подписчиков. Информацию о них можно получить в каталогах Smart Disponder. Контекстная реклама показывается по ключевым словам при поиске, например, в поисковой системе Яндекс. Задаются конкретные ключевые слова и словосочетания, и показывается объявление на странице поиска, но это только тогда, когда поисковый запрос включает выбранные вами ключевые слова. Например, человек ищет ответ на вопрос, как построить сетевой маркетинг в интернет. И если в вашем объявлении есть слова «интернет» или «сетевой маркетинг», то этому человеку будет показано ваше объявление. Вот как вы видите сейчас на слайде. Я сказала лишь о некоторых методах рекламы, а мы в нашей команде используем более 20 методов рекламы, и в нашей школе в видеоформате мы обучаем, как правильно и эффективно давать рекламу для привлечения посетителей на ваш сайт. Ну, дорогие друзья, нужно понимать, что подписчики, которые пришли в вашу базу с таких ресурсов, как доски объявлений, контекстная реклама, рассылки у авторов, это, конечно, ваш целевой трафик, но это холодный трафик. То есть люди вас еще не знают, они пришли не на вас, а именно на ваше бизнес-предложение. А вот если в вашу базу пришел человек через ваш блог или с форума, или, например, он познакомился с вами в социальных сетях, или послушал ваши вебинары, был на ваших тренингах, то он уже знает, чем вы конкретно занимаетесь, и чем вы можете быть ему полезны. То есть человек уже как бы вас знает, и это называется теплый трафик. Вы представляете для этого подписчика определенную ценность, то есть вы для него уже эксперт в том или ином вопросе, и вам уже легче настраивать с такими людьми доверительные отношения. Итак, трафик должен быть всегда. Думаю, что я вас убедила. И чем его больше, и чем он более качественный, тем быстрее будет идти развитие вашего бизнеса. И чем больше методов в работе, тем лучше. Потому что с помощью каждого метода вы будете получать свой трафик, то есть новых посетителей. То есть MLM бизнес – это продвижение информации. И кто продвигает информацию лучше, тот и выигрывает. Однако здесь есть одно большое «но». Если вы не развиваете с вашими подписчиками хорошее доверительное отношение, то даже очень большая подписная база не принесет вам никакой выгоды. То есть с нашими подписчиками нужно выстраивать доверительные отношения. Выражается это в искреннем желании помочь им в решении каких-то их проблем, принести им большую пользу. А делается это, конечно же, за счет полезной и качественной информации, которой вы начинаете делиться с вашими подписчиками вначале абсолютно бесплатно. Но здесь надо не переборщить. То есть что это означает? Обязательно надо применять принцип Парета. То есть 80% бесплатной информации и 20% платной информации. Если вы будете посылать много писем с платной рекламой, то это может вызвать бурную негативную реакцию ваших подписчиков. Но в то же время нельзя превращать вашу рассылку и ваш сайт и в чисто бесплатный ресурс. Потому что если вы начнете это делать, люди привыкнут к тому, что ваша рассылка – это просто источник бесплатной информации, каких-то новостей, и они вообще у вас потом не будут покупать. И вот если вы с самого начала допустите эту ошибку и не будете давать коммерческие предложения вообще, то когда вы потом начнете давать рекламу, это еще и вызовет очень большое неприятие. И в конце концов даже может привести вообще к разрыву доверия и к потере действенностей и вашего блога, и сайта, и вашей рассылки. Поэтому с самого начала приучайте свою аудиторию как получать бесплатный контент, так и платить деньги. Принцип Парета можно применять следующим образом. На 4 письма с бесплатной полезной информацией давайте одно письмо с платным предложением. И вам нужно продвигать информацию нашим подписчикам, вашим подписчикам таким образом, чтобы это привело к потоку денег на ваш банковский счет. Если вы с вашими подписчиками подружились, тогда вы сможете эффективно применять монетизацию подписного листа, потому что люди обычно покупают только у тех, кого они знают, кому доверяют и кто им нравится. Вам нужно концентрироваться на простой формуле. Первое – это набирать базу подписчиков, затем устанавливать с ними доверительные отношения и в конечном счете научиться извлекать деньги из вашей базы подписчиков. И в первую очередь нужно иметь правильную систему подачи информации. Вот большинство из вас замечало, что при заходе на сайт или блог вам предлагают подписаться на рассылку. Что происходит потом? Иногда вообще ничего не происходит. А в некоторых случаях вы начинаете получать серию из писем. Чаще всего это 5-7 писем какого-либо мини-курса с бесплатной полезной информацией. И письма обычно по смыслу связаны между собой. Вот если у вас есть такая стратегия, то это очень хорошо для того, чтобы выстраивать доверительные отношения с вашей подписной базой. В нашей команде изначально у тех новичков, которые заказывали автоматизацию, есть такая серия писем. И с этими письмами уже можно начинать работать. Но чтобы действительно много зарабатывать в процессе создания своего подписного листа, этого недостаточно. И после того, как подписчики попадут на ваш бесплатный мини-курс, вам надо будет удлинять вашу серию писем с бесплатным полезным контентом, чтобы ваши подписчики увидели в вас ценность и эксперта. Ну, а со временем вы сможете сделать свою авторскую рассылку. И тогда, рассылая по вашей базе первую серию писем, то есть это уже авторская рассылка будет, вы получаете регистрации и партнеров в ваш бизнес. А далее вы пишете письма и продаете в некоторых из них партнерские товары. И это приносит вам прибыль для дальнейшей рекламы и также для увеличения объема вашей рекламы. И когда вы общаетесь с подписчиками, то вы развиваете собственный бренд, собственную значимость. Люди начинают вас узнавать, потому что вы для них уже действительно начинаете представлять собой ценность. И так вот вы устанавливаете доверительные отношения с вашими подписчиками. Они начинают с первого письма получать ваши уникальные письма, в которых вы сами определяете и тему, и формат данных писем. И вы начинаете таким образом выделяться из общей массы и как эксперт, и как лидер. Ну, ваша главная задача, чтобы у подписчика сложилось четкое понимание того, что именно вы сможете решить его проблемы. И лучше, чтобы ваша рассылка была рассчитана не менее, чем на 30 дней. Помните о качестве писем также. Ваши подписчики должны читать ваши письма и, читая одно письмо, уже ждать следующего. Для этого иногда в письме может быть анонс следующего письма, то есть, что будет в следующем письме, чтобы люди его уже ждали. И знаете, люди очень любят подарки. Поэтому вы можете давать в письмах какие-то бонусы. Помните, что у вашего подписчика должно быть несколько возможностей, чтобы купить. Но также помните, что в одном письме ссылки могут быть только на один продукт или на какое-то одно ваше предложение. Ну, если, например, перейти на блог, то только перейти на блог. А если вы предлагаете какой-то партнерский продукт, то ссылка только на этот продукт. То есть, не смешивайте все в одно письмо. Итак, продаж совершает много тот, кто совершает большее количество обращений к своим клиентам. В вашей рассылке должны существовать разные предложения, чтобы вам получать от них прибыль. Это могут быть партнерские инфопродукты, свои инфопродукты, какие-то услуги, ну и, конечно же, ваша MLM-компания. У людей появляется возможность приобрести какой-то товар, а у вас, соответственно, появляется возможность заработать дополнительные деньги, ну, на то, чтобы снова вкладывать в ваш бизнес. И в идеале стоимость ваших предложений должна вырастать постепенно. Все начинается с бесплатного полезного курса, затем недорогие платные предложения, и затем более дорогие. И никогда не исходите из предубеждения, что ваши клиенты не готовы платить. А лучше вместо этого задайте себе вопрос, за решение какой проблемы мои клиенты готовы заплатить прямо сейчас. Ваша рассылка писем может быть рассчитана не только на месяц, но и на 3 месяца, и на год, и даже на 2 года. То есть, чем больше у вас идет общение с вашими подписчиками, чем продолжительнее ваша рассылка, тем больше денег она вам принесет. Главное помните, что это должна быть качественная информация. И еще один момент. Предлагайте своим подписчикам только проверенные продукты. Например, если вы продвигаете партнерский бизнес, то обязательно предлагайте только то, что вы сами уже действительно изучили, или тех авторов, которым вы сами доверяете. Не берите продукт, который только что вышел на рынок, если вы не знаете этих авторов, за которых вы потом будете, возможно, даже краснеть перед своими подписчиками. В идеале вы купили продукт и только потом его продвигаете. Ну, а сейчас я открою вам 5 секретов создания доверительного контента. В первую очередь вы должны помнить о количестве контактов с подписчиком. То есть нужно создавать у ваших подписчиков привычку получать от вас письма. То есть нужно постоянно что-то отправлять. Или это серии писем, или это периодические выпуски. Нельзя забывать о том, что само повторение уже налаживает канал общения и канал взаимосвязи между вами и вашими подписчиками. И даже если вы будете иногда писать какие-то не совсем интересные вещи для ваших подписчиков, но они будут довольно часто повторяться, то у человека все равно появится привычка воспринимать ваши письма как некий канал общения с вами. Второе – это дозированность информации. То есть не нужно загружать людей. Поймите, что сегодня интернет перегружен информацией, перегружен всяким хламом, поэтому пишите своим подписчикам как можно более кратко и по существу. Давайте полезные практические вещи, которые люди смогут быстро, легко понять и внедрить, и сразу проверить, как это работает. Вот бывает, что в рассылке вроде бы и статьи полезные, что вроде бы информации много, но это сплошная вода, никакой конкретики и каких-то практических рекомендаций. То есть не загружайте людей какой-то философии, какими-то сложными там длинными письмами. Это только вызовет отписки и потеряет доверие к вам. Делайте короткие сообщения, в которых вы говорите основную суть. И если в письмо есть видео, то делайте также эти видео короткими, не более 10 минут, а лучше минут на 5. Дозируйте вашу информацию, это очень важно. Следующий момент. Не бросайте введение своей рассылки. Часто люди в какой-то момент забрасывают свою рассылку, перестают вести периодические выпуски. То есть кроме того, что вы делаете серию писем, нужно периодически ввести какую-то вашу рассылку в виде дополнительных выпусков, в которых вы будете делиться полезным контентом или событиями в своей жизни. Может быть, будете проводить какие-то акции, приглашать людей на какие-то мероприятия или еще что-то. То есть о себе нужно напоминать. Если вы о себе постоянно не напоминаете, люди будут вас забывать. И вы знаете, что сегодня очень высокая конкуренция, и если вы не создадите доверие, не будете напоминать о себе, то люди вас забудут и доверие растает. И ваш актив в виде подписного листа обесценится. Вот поэтому это очень важно. Следующий момент. Он тоже является сегодня все более и более критичным. Это индивидуальность, то есть персональный бренд. Чем больше вы проявляете собственную индивидуальность, чем больше раскрываете свою систему ценностей, как-то отличаетесь от своих конкурентов, тем лучше развивается ваш бизнес. Сегодня такая вещь, как персональный бренд, работает очень хорошо. То есть ваша уникальность, которую вы задаете на фоне остальных, как она может проявляться? Это может быть уникальная форма подачи контента, или вы выбираете какую-то свою узкую нишу и работаете в ней. Людям нравится, что вы не такой, как все. И тогда вам очень легко продвигаться, потому что такого, как вы даете, и такой форме, как вы даете, нет нигде. Но, конечно же, на первом этапе вы будете использовать какие-то шаблоны, учиться на них. Но потом, когда вы поймете основной принцип, то не застревайте в шаблонности, начинайте искать свои оригинальные способы выразить собственную полезность и ценность для аудитории. И пятый секрет доверительного контента – это элементы шоу. Это организация каких-то конкурсов, призов, то есть вовлечение своей аудитории в какую-то игру. А когда люди не просто пассивные читатели, а вовлекаются в какое-то мероприятие, которое вы для них создаете, у человека просто невероятно поднимается доверие и интерес к той теме, которую вы даете. И еще когда вы даете свои информационно-обучающие материалы, то старайтесь при этом еще и шутить, юморить, развлекать, потому что серьезных людей не любят. Серьезно сегодня продается плохо, от нее устали. Поэтому элемент юмора, шоу, вовлечения в какое-то мероприятие тоже должно использоваться в вашей рассылке. И если вы не будете этого делать, то добиться высокого отвлека и высоких конверсий будет достаточно сложно с вашей подписной базы. Ну вот, если вы будете для своих подписчиков создавать контент с учетом всех этих секретов, то люди начнут вам доверять. А если они один раз вам поверили и получили результат, они готовы будут снова по вашей рекомендации покупать и стоимость продуктов вы сможете тогда уже увеличивать. На создание такой системы, конечно же, потребуется время. Но это самая прибыльная стратегия и самая работающая модель бизнеса. А теперь я расскажу вам о том, как оформление писем рассылки влияет на развитие вашего бизнеса. Ведь от того, как воспримет подписчик ваше письмо, зависит, станет ли он вашим партнером, вашим клиентом или нет. Какими же должны быть ваши письма? Полноценное, грамотное и хорошо построенное письмо – это целая цепочка каких-то последовательных действий по убеждению читателя. Полноценный текст должен на самом деле убедить читателя полностью. И здесь нам сразу нужно усвоить два важных понятия. Это разница между структурой письма и его элементами. Смотрите. С одной стороны – структура, с другой стороны – элементы. И очень часто люди путают, что именно непосредственно является основной цепочкой письма. Структура – это фактически достижение каких-то основных целей. То есть все эти цели должны быть реализованы в любом вашем письме, независимо от того, маленький это текст письма или большой. То есть текст письма должен втянуть в чтение, заинтересовать читателя и вызвать у него доверие. Потом нужно развеять сомнения ваших подписчиков, то есть ответить на все вопросы и, наконец, побудить к действию, то есть показать, что нужно сделать. Для привлечения внимания читателей существует много очень эффективных техник, которые вы можете использовать. Это могут быть такие слова, которые привлекают внимание, например, «бесплатно» или «внимание». Также вы можете привлечь внимание читателя вопросом. И также можете быть уверены в том, что внимание подписчиков привлечет и просто информация о каких-то интересных фактах. Далее. Интерес. Неважно, какую технику вы используете при написании текстов, но вам нужно реализовать ее так, чтобы у читателей вашего письма потихоньку разгорался интерес. В тексте нужно выполнить то, что вы пообещали в заголовке. Здесь нужно возбудить интерес и легче всего вам это сделать, если вы понимаете, что же в действительности интересует ваших подписчиков. И как только вы заинтересовали читателя, то необходимо переходить к следующему этапу, то есть превращению интереса в страстное желание. Это может быть перечисление особенностей, преимуществ, выгод вашего предложения, по которым подписчик должен присоединиться именно к вашей команде или купить именно ваш продукт. Если пользование вашим продуктом поможет сэкономить читателю деньги, то обязательно скажите ему об этом. Это очень важный момент. И также, если ваша услуга поможет сэкономить время ваших клиентов, также расскажите им об этом. Но при этом не забудьте опираться на факты. И лучше избегайте таких слов, как супер, супер, мега и тому подобное. И последнее звено в цепочке написания письма – это призыв к действию. Если не отнестись к этому этапу достаточно серьезно, то все ваши старания по написанию вашего письма могут пойти на смарку. Так как если ваш потенциальный партнер не совершит действие, на которое вы его направляете, то вероятность того, что он когда-нибудь станет вашим партнером или когда-то что-то у вас копит, будет просто мизерна. Даже самый мощный текст, но со слабым призывом к действию, может оказаться крайне неэффективным. Вам важно понять, что читатель, дошедший до этого этапа, уже готов подписаться на ваше предложение. А вам осталось лишь сказать ему об этом. А теперь об элементах письма. Элементы – это просто те кирпичики, из которых состоит ваш текст. Но при этом все цели продающего письма, структуры, они должны быть реализованы. Смотрите, какие могут быть элементы. Это привлекательный заголовок, это описание товара или услуги, это списки выгод, бонусы, отзывы, какие-то ограничители, паскриптумы и так далее. То есть это небольшие составляющие, которые в письме могут присутствовать, а могут и не присутствовать. Все зависит от письма. Потому что понимаете, что те же ограничители, паскриптумы и бонусы, они не всегда и не везде актуальны. И если вы их уберете, то это не значит, что ваше письмо перестанет быть полным. Если у вас сам подход к построению структуры реализован при этом полностью. Следующий важный факт, который нужно учитывать при составлении ваших писем, это то, что ваша база – это не просто электронные адреса. База подписчиков – это нечто гораздо большее, чем список имен и адресов электронной почты. Это список людей. Реальные люди, те, которые стоят за электронными адресами из вашей базы, они могут быть совершенно разными. И домохозяйка с Украины, бизнесмен из Москвы и землевладелец из Сибири, они вряд ли сели бы за один стол. Но у них есть, по крайней мере, две общие черты. Они – человеческие существа, и они подписались на вашу рассылку. И если вы направите свое сообщение кому-то одному из них, то оно пройдет мимо двух остальных. Сосредоточьтесь на этих двух общих чертах, что каждый из них – человек, и они подписались на вашу рассылку. И адресуйте им свое послание. И не бойтесь показаться в глазах читателей каким-то дурачком. Не стесняйтесь. Вот вы, наверное, видели, что в рассылках есть такие подписные страницы, где прямо стрелочками указывают и пишут, что, пожалуйста, введите в эту форму ваше имя, зайдите в почту, нажмите кнопку, вам придет письмо, и вы там подпишетесь. Не нужно думать, что тот, кто такой текст делает, считает всех читателей дураками. Вы просто поймите, что на самом деле процент уверенных пользователей интернет еще не очень высок. И много тех, кто только-только вышел в интернет. То есть нужно с пониманием относиться к людям, которые будут читать ваш текст, и, может, они еще не знают, что нужно сделать. Не оставляйте ни одной недомолвки. И тогда люди просто с огромной благодарностью прочитают эту вашу инструкцию и сделают все, что вы написали. А так вы могли бы и потерять потенциального читателя, если бы не объяснили. Потому что, ну, писать не каждый еще и рискнет. Побоится выглядеть в ваших глазах каким-то неграмотным. Многие ведь смущаются и просто не пишут. Еще хочу сказать вот о чем. Вы, без сомнения, уже много раз слышали такие вопросы. Ну и что с того? Что мне это даст? Как это поможет решить мою проблему? Именно эти вопросы задает читатель вашего письма и хочет, чтобы вы на них быстро ответили. Вашим подписчикам глубоко безразлично, почему вы считаете, что им стоит купить эти продукты или услуги. Они хотят знать, какую пользу они извлекут из этих продуктов или услуг. И чтобы сосредоточиться в своих письмах на том, получает ли ваш читатель ответ на вопрос, что мне это дает, следуйте простому правилу. В слове «продажи» нет буквы «Я». Еще раз перечитайте написанное вами письмо. Каждое «Я» замените на «Вы» и, соответственно, переформулируйте предложение. Вот, например, сейчас вы видите на слайде две фразы. «Я обучаю данному бизнесу совершенно бесплатно» и «Сергей, вы сможете обучиться данному бизнесу совершенно бесплатно». Сравните их и напишите, пожалуйста, в чате, какое по вашему предложение, первое или второе, поможет читателю понять его выгоды. Так, вижу, второе, второе, второе. Спасибо большое. Да, конечно же, второе. Второе. Хорошо. Поэтому обязательно учитывайте этот момент. Также при создании писем важно помнить, что обращаясь к потенциальным клиентам, нужно выбирать правильный тон. И наиболее эффективный тон – дружелюбный с деловым оттенком. Ваши письма не должны быть сухими и формальными, но, с другой стороны, они не должны звучать и слишком фамильярно или свободно, потому что любой перегиб отвернет от вас часть подписчиков. Поэтому выбирайте такие слова и выражения, чтобы ваше сообщение звучало по-дружески, но с деловым оттенком. И если вы обращаетесь к вашему читателю в личной переписке, то непременно употребляйте обращение на «вы» и с большой буквы. Также не забывайте о грамотности текстов. Тщательно проверяйте написание каждого слова, потому что грубые ошибки очень сильно отталкивают образованных получателей. Они никогда не купят у того, кого считают глупым или необразованным. Но, с другой стороны, если вами допущена незначительная ошибка, например, пропущена буква, то не нужно из-за этого снова заходить в Smart Responder и переделывать письмо, потому что редкие, но только если действительно редкие, небольшие ошибки только сблизят вас с вашей аудиторией. Ведь они говорят о том, что вы такой же человек, как и они, а не идеал, до которого они никогда не смогут дотянуться. А сейчас я хочу более подробно поговорить о заголовке или теме письма. Тема письма – это один из самых важных элементов. Это то, что человек видит при получении, когда само письмо еще не открыто. Тема письма требует особого внимания, и именно на ней вы должны сосредоточиться и сосредоточить все свои усилия при написании любых текстов, будь то письмо в рассылку, или это пост на блог, или ваш сайт и так далее. Если ваши подписчики не будут заинтересованы, и их внимание не будет удержано буквально несколькими словами темы, то вся остальная часть вашей работы по созданию письма будет просто бесполезна. То есть 10-15 слов вашего заголовка должны привлечь ваших подписчиков, удержать их и сделать так, чтобы они захотели прочитать ваше письмо. И поэтому основное внимание, основные силы вы должны уделять именно разработке заголовка для вашего текста. Каждый текст абсолютно на любой странице, независимо от того, какой этот текст, должен иметь свой заголовок. Вообще говорят, что от заголовка зависит 90% успеха. Иногда авторы писем совершают такие ошибки, как использование в заголовках слов, написанных одними заглавными буквами. Писать в письме заглавными буквами – это все равно, что в реальном разговоре кричать на собеседника. Это просто грубо, не кричите на своих подписчиков. Еще используют много восклицательных знаков. Один восклицательный знак в конце предложения означает, что предложение восклицательное, да? А вот много восклицательных знаков – это просто еще одна форма крика. И они только занимают ценное место в вашем письме и могут даже раздражать получателей. Также не обещайте в заголовке своего письма «Золотые горы». Не делайте обещаний, которые вы не сможете выполнить. Пусть они будут реальными и пусть они будут конкретными. И изучите газетные заголовки. Газеты и журналы возвели написание заголовков в искусство. Возьмите любую газету. Лучше, конечно, брать центральные газеты. И посмотрите, как написаны заголовки. Обратите внимание, какие из них вас зацепили. Вы, конечно, заметите, что все заголовки заявляют о самом важном статье и делают это как можно более кратко. А газетный заголовок, он близкий родственник заголовка вашего письма. Вот я уверена, что каждый из вас знает такого копирайтера в Рунете, как Павел Береснев. Так вот, он рекомендует для заголовков завести так называемый ударный файл. Копируйте в него все заголовки и тексты, которые вам понравились. Это может быть даже не из вашей ниши, но их все равно можно применять. Потому что это будет что-то нестандартное. Это будет то, что может привлечь внимание вашего подписчика. И у меня есть несколько курсов Павла Береснева, из которых я узнала очень много полезного для написания текстов и о том, какие инструменты лучше использовать. Так вот, он рекомендует ударный файл иметь не в электронном, а в физическом варианте. То есть у него есть несколько коробочек с перфокартами, на которых он записывает заголовки. И потом он рекомендует все заголовки переписывать от руки на лист бумаги, чтобы вы могли их прочувствовать и создать свой шедевр. Ну и еще о теме письма. Знаете, несколько лет назад на весь мир был распространен вирус. Темой письма было «Я тебя люблю». Люди просто не могли удержаться. Они открывали письмо, хотя и не знали отправителя. И вуаля, компьютеры подхватывали вирус. Рассылка этих писем была, конечно, прискорбным фактом, но вот заголовок письма был просто гениальным. Итак, лучшие темы письма создают у получателя чувство, что если он не откроет и не прочитает письмо, он лишится чего-то важного и может даже оказаться не в курсе. Ведь любопытство – это очень сильное чувство. Используйте его, чтобы ваши продающие письма успешно проходили тесты на «Стоит ли открывать?» и «Стоит ли читать?». Посмотрите на отличительные черты лучших тем писем. Они короткие. И чем короче, тем лучше. Они прямые. То есть самое важное слово всегда ставьте первым. Они задают вопрос, на который получатель хочет знать ответ. Они дразнят. Помните, что любопытство – это общечеловеческая черта. И они обычно связаны с текущими событиями. Наличие в вашем тексте мощного заголовка – это четкий признак вашего профессионализма. Но другое дело, что вы, наверное, не сразу будете писать эти заголовки классными, но это все приходит со временем. Далее. Если я сказала о том, что цель темы письма – убедить получателя открыть и прочитать письмо, то цель самого письма – убедить получателя совершить то действие, которое вы заложили в это письмо. То есть либо это перейти на какую-то страницу и приобрести там товар и услугу, либо зарегистрироваться в вашей компании, ну, либо еще что-то. Очень важно понять и принять тот факт, что большинство тех, кто получает и открывает ваши письма, они не собираются их читать. Они их просто просканируют взглядом. Они прочитают ровно столько, сколько нужно, чтобы получить представление о том, что вы продаете. И если, и это очень большое, если вы сумеете, пока они будут просматривать ваше письмо, убедить их в том, что ваше предложение для них полезно, только тогда они действительно прочитают все, что вы написали. Поэтому учитесь свои тексты оформлять. Подзаголовки должны быть четкие. Используйте маркированные списки, которые облегчают получателю задачу и помогают выяснить, какая же важная для них информация содержится в письме. Используйте маркированные списки всегда, когда нужно подчеркнуть главные моменты своего письма. Весь текст письма делите на небольшие и разные по величине абзацы. Сплошной текст читать просто невозможно. Вот сравните эти два письма. Первое письмо отформатировано по правилам копирайтинга, а второе написано сплошным текстом. Причем содержание писем совершенно одинаковое. И, пожалуйста, напишите в чате, какое из них вам легче читать. Так, первое, вижу, что первое. Первое, первое. Спасибо большое. Да, конечно же, первое письмо читать несравнимо легче. Также желательно, чтобы каждое предложение состояло не более, чем из пяти-шести слов. И обязательно разбавляйте свои письма картинками. Конечно, не злоупотребляйте этим. В письме может быть одна, ну, две картинки на странице. Также очень привлекают читателей вставленное видео, которое вы можете записать с использованием программ PowerPoint и Camtasia, а можете даже сделать и живое видео. Потому что, когда человек видит непрофессиональное видео, он ему доверяет больше, потому что оно более естественно, чем профессиональное. Писать деловые письма рекомендуется шрифтом Вердана или Ареал и размером 12 или 14. Все зависит от объема письма. Для объемного письма можно взять 12-й шрифт, а если же письмо небольшое, пишите 14-м, но не более. И не надо делать много выделений с жирным шрифтом. Цвет текста должен быть один. Не делайте никаких светофоров. То есть используйте максимум два цвета. Ссылки уже и так выделены синим цветом, но заголовок еще можно сделать красным. А в тексте письма старайтесь использовать только черный шрифт или темно-серый. Но если нужно обратить на что-то особое внимание подписчика, можно сделать выделение фона этого текста желтым цветом. И помните, что письма, написанные разным размером и цветом шрифта, вообще не будут читаться. Вот еще, пожалуйста, сравните эти два письма и напишите в чате, какое из них легче читать и какое побудит читателя присоединиться к бизнесу или совершить покупку. Так, да, первое, первое, первое. Спасибо большое. Да, конечно, ответ очевиден. И, как правило, завершают письмо ваша подпись и ваше фото. Подпись, которую вы сделали от руки, вызовет больше доверия у читателей, чем печатный вариант, так как она говорит о том, что письмо написано конкретным живым человеком, а не роботом. Обратите внимание, что ваша подпись должна быть не закорючкой, как в паспорте или в других документах, как вы расписываетесь, а она должна содержать имя и фамилию полностью. Также очень большую роль в выстраивании доверительных отношений с подписчиками играет ваше фото. На нем вы должны выглядеть как человек, занимающийся бизнесом. Посмотрите, сейчас я вам не предлагаю сравнить эти две фотографии, конечно, а задам вам другой вопрос. Посмотрите на свое фото и задайте себе вопрос, пошли бы вы за этим человеком в бизнес? Так что никаких маячек, футболок, только деловой стиль. И последнее, о чем я хочу сегодня сказать. Так как вы будете создавать автоматическую серию писем, то люди будут получать ваши письма в разное время года, будут получать в разных странах, днем и ночью. Поэтому, когда будете писать письма, то избегайте фраз типа «Сейчас жаркий летний день, и я спешу вам написать». Или же «Сегодня у меня день рождения, и я пишу вам это письмо». Неизвестно ведь, когда и кто будет читать ваше письмо, а у подписчика должно складываться впечатление, что вы общаетесь с ним лично, причем в режиме реального времени. И также, когда вы пишете свои истории, не стоит писать не 30 лет, ведь вы не будете каждый год подправлять эти цифры. То есть, вот такие небольшие нюансы, но их нужно учитывать. И обязательно тестируйте свои письма. И если вы хотите показать, что вы действительно профессионал, то ваши письма должны выглядеть как бизнес-письма, то есть, иметь правильную структуру, должны быть написаны хорошим деловым языком, по правилам отформатированы, и ну и тогда есть все шансы, что письмо произведет нужное впечатление и побудит читателя к действию. Ну, а чтобы научиться писать мощные продающие письма, нужно этот навык, конечно, в себе постоянно совершенствовать. Ну, вот это и все, что я смогла вам рассказать за этот час. Применяйте полученные знания о том, где взять подписчиков, как построить с ними доверительные отношения, чтобы ваша подписная база действительно стала вашим большим золотым активом. Желаю вам успехов в этом. Субтитры создавал DimaTorzok